Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Аси Лейдар. Глава государства с рабочей поездкой посетил семей. Президент Казахстана Касымжо Мартукаев открыл памятник великий поэт Абай «Сыновья». Поздравив участников мероприятия с юбилеем Абаю, он отметил, что почитание памяти поэта – это наш общий долг. Президент отметил, что в этом году празднованию 175-летия придавалось особое значение. В нашей стране и за рубежом были проведены масштабные мероприятия, на которых пропагандировалось наследие поэта. К его творчеству приобщали подрастающее поколение. Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и гений мирового уровня. Это личность, погруженная в глубины казахской души. Его стихи и слова назидания – зеркало нашей души. Как основоположник нашей новой литературы, Абай оставил особый след в истории страны. Во время юбилея мы не допустили расточительства. Считаю, что это один из способов избавиться от хвастовства и суетных хлопот, которые критиковал Абай. Наследие великого мыслителя – бесценное достояние, открывающее путь к дальнейшему процветанию нашей страны. Пусть благородный дух Абая приведёт нас к великим целям. После церемонии открытия памятника Улу Ахана Абай-Илдарумен, который расположен на территории Государственного мемориального заповедника Музея Абая Жидибай-Бурели, президент ознакомился с экспозицией музея. В ходе рабочей поездки в семьи Казымжу Мартукаев также посетил микрорайон Карагайлы. Здесь завершено строительство Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления на 720 учащихся с общежитием на 120 мест. В рамках государственно-частного партнёрства построен детский сад на 320 мест. На сегодняшний день в микрорайоне введено в эксплуатацию 20 жилых домов. А вскоре здесь будут построены три школы, шесть детских садов, ледовый модуль и реабилитационный центр. Мы готовы на сегодня к строительству строить дополнительные миллионы частных инвестиций. За последние два года свыше 200 малообеспеченных семей получили квартиры в микрорайоне Карагайлы. Президент на встрече с многодетными матерями отметил, что государство постоянно оказывает помощь многодетным и нуждающимся семьям. Многодетные матери поблагодарили президента за поддержку в рамках государственной программы «Имбек» – увеличение суммы социальных пособий семьям, имеющих четырёх и более несовершеннолетних детей. Участники встречи назвали важным делом принятие комплексного плана развития города Семея и высказали свои предложения по расширению перечня грантов на развитие семейного бизнеса и увеличение выделяемых сумм. Глава государства также осмотрел уникальный спортивный комплекс в микрорайоне Карагайлы. Он отметил, что подобные объекты должны быть возведены во всех городах Казахстана. Далее президент Казахстана в культурно-спортивном комплексе Семея осмотрел выставку, на которой были представлены редкие издания Абая, книги, опубликованные в рамках серии «Мир Абая», а также многотомный труд доктора филологических наук профессора Микметаса Марзахметулы, посвящённый творчеству поэта. В экспозицию также вошли 18 картин из фонда Посточно-Казахстанского музея искусств и музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. Кроме того, Касамжум Артукаев посетил археологическую выставку «Золото великой степи». Затем состоялась беседа президента с учёными-абаеведами. В своей речи президент остановился на такой стратегической задаче, как формирование новой национальной идентичности. По его словам, в этом деле нет более мудрого наставника, чем сам Абай. Глава государства отметил, что в этом году проведены важные мероприятия просветительского характера, которые найдут своё продолжение и после завершения года Абая. В рамках проекта, направленного на популяризацию личности великого Абая за рубежом, его труды переведены на английский, испанский, арабский, турецкий, китайский, немецкий, итальянский, французский и японский языки. Президент считает качество переводов высоким. В ходе встречи Касымжу Мартукаев рассказал о роли и месте интеллигенции в обществе, подчеркнув, что её благородная миссия заключается в сохранении национальных ценностей. Особое внимание в выступлении было уделено развитию гуманитарных наук, включая преподаванию казахского языка и литературы и подготовку качественных учебников. На встрече также выступили учёные и абаеведы Микмета Смарзахметулы. Турсун Журтпай, Гарифулай Есэм, Борис Щербаков, победительница конкурса «Абаевские чтения», ученица средней школы номер 16 города Риддер, Парнава Владимирцева. Также Касымжу Мартукаев вручил государственные награды учёным, внёсшим значительный вклад в развитие отечественной науки и абаеведения. Во время рабочей поездки президент также посетил мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» и дом-музей поэтов в посёлке Жидебай. Аселяйдар. Видео предоставлено при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан. Более 500 предпринимателей в Восточном Казахстане до сих пор не могут возобновить свою работу. Как помочь своему бизнесу и получить деньги от государства? Оказать всестороннюю поддержку развитию малых и средних предприятий и готовые в фонде дому. Только в Семейском регионе за 9 месяцев этого года в помощь предпринимателям было вложено более 300 миллионов тенге. В этом году фонд развития планирует предоставить предпринимателям 1 миллиард 382 миллиона тенге. Это на 47% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день малый и средний бизнес испытывают сложные времена, связанные с ситуацией пандемии. Поэтому некоторые предприниматели были вынуждены изменить свою бизнес-модель. Например, магазинам пришлось перейти на онлайн-продажи. Ресторанам и кафе начать готовить на вынос и доставку еды. Различные спортивные комплексы были вынуждены перейти на ведение онлайн-курсов и тренировок. Чтобы сгладить последствия пандемии, правительством был принят ряд комплексных мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В том числе были внесены изменения в государственную программу дорожной карты бизнеса 2025. Главным изменением стало исключение перечня приоритетных секторов экономики, подлежащих субсидированию. То есть, если ранее, чтобы удешевить процентную ставку, предприниматель должен был заниматься в сфере производства или переработки, то на сегодняшний день поддержку в виде субсидий могут получить и те предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере торговли, предоставления различных видов услуг, банные комплексы, рестораны, кафе и многое другое. Сегодня на базе региональных отделений менеджеры оказывают консультационные услуги по всем финансовым программам фонда «Дому». Предприниматели ищут и находят здесь финансовую поддержку для своих инициатив. Один из них – Владимир Мамаев. В мае этого года он получил кредит на открытие нового бизнеса. А в сентябре спорткомплекс для оздоровления семьячан уже распахнул свои двери. Теперь бизнес-план предпринимателя получил конкретную реализацию. Сначала у нас появилась идея открытия спортивного зала и бассейна, чтобы было в городе. Мы обратились со своими мыслями в Народный банк. Там сделали анализ, пошли нам на встречу, выделили кредит. Также помогли они субсидировать нашу кредитную ставку через фонд «Дому». Там также составили нам бизнес-план, что нам помогло взять кредит. Выделенные средства мы спрятали на закуп оборудования, на ремонт, отделку здания. Также на все, что вы сейчас здесь видите, в принципе, у нас все это благодаря Народному банку и фонду «Дому». Без них, без поддержки «Дому» нам бы очень было тяжело. Также они дают гарантии на займы. Стоит добавить, что в предыдущем году у предпринимателей не было возможности использовать предоставленные кредиты и наполнение оборотных средств, приобретение товаров. Теперь такой вид субсидирования предусмотрен. К примеру, по дорожной карте бизнеса 2025 гарантируются кредиты до 1 миллиарда тенге без ограничений по видам деятельности. Такие меры помогают создавать лучшие условия для успешного развития предпринимательства. В семье решена проблема полигона зала кошлаковых отходов в поселке Восход. С этой целью акиматом города был выделен участок для захоронения производственных отходов предприятия «Теплокоммунэнерго». Подробнее расскажем в следующем сюжете. Почти 80 тысяч тонн зала шлаковых отходов накапливает город за один год. Эти отходы образуются при сгорании угля для производства тепла на ТЭЦ и в котельнях. Сами по себе зала и шлак не являются токсичными и не наносят вреда здоровью человека. Тем не менее, их всё равно надо утилизировать. В 2018 году «Теплокоммунэнерго» выделили 3 гектара земли под захоронение шлака. И жители ближайших районов стали жаловаться на загрязнение воздуха и окружающей среды. Тогда было решено провести проверку. В ходе проведения государственной инспекционной проверки на полигоне зала шлаковых отходов ГКП «Теплокоммунэнерго» были РГУ-департаментами экологии по Восточной Казахстанской области и СЭС города Семей. Были отобраны образцы проб на санитарно-защитной зоне по атмосферному воздуху, почве, также по подземным водам. Отборы проб показали выявленные, что предельно допустимые концентрации на границе санитарно-защитной зоне и также на живом массиве не выявлены. Были приняты решения провести техническую рекультивацию на открытой площади полигона способом засыпки грунта местности. Также были проведены, сейчас на данный момент ведутся техническая рекультивация, проводится. Несмотря на то, что инструментальные замеры не показали каких-либо загрязнений воздуха, а сам полигон расположен с соблюдением норматива по сохранению санитарно-защитной зоны, предприятие «Теплокоммунэнерго» решило дополнительно провести озеленение территории. Вскоре сюда завезут чернозем для насаждений по всему периметру полигона. Это будет еще одним вспомогательным фактором для минимизации выбросов пыли в атмосферу. Масштабная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в семье, как и повсюду в новом формате 17 октября. В этом году порядок его проведения будет отличаться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Как можно будет написать диктант в семье, узнала наша съемочная группа. Одну из самых глобальных акций «Тотальный диктант» ежегодно проводят в десятках стран мира. В семье он будет проводиться уже в девятый раз. В добровольной проверке грамотности обычно участвуют практически все студенты, педагоги и другие желающие. Ранее порядок проведения был прост. Обычно участники проходили регистрацию и лично приходили на площадку, и на специальных бланках писали текст. Это, как правило, фрагмент произведения современного автора или писателя классика. Но в этом году международная акция по проверке грамотности пройдет еще и в режиме онлайн. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться на сайте totaldic.ru, а 17 октября выйти на портал, где будет специальное окно для написания текста на странице трансляции, а затем отправить диктант на проверку. В этом году участники могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте тотального диктанта, но это надо будет сделать заранее, хотя бы завтра, не в день диктанта, и писать под диктовку сайта этого тотального диктанта, который будет производить писатель. Обычно какой-нибудь известный писатель создает текст и читает этот текст. А можно написать в формате «пишем дома». Это получить бланки у организатора, ургалеевой курзии Жалдасовны, учителя средней школы 19. Бланки находятся в библиотеке имени Абая на втором этаже. Наши студенты университета Шакарима находятся в разных городах. Они, конечно, не смогут взять эти бланки, те ребята, которые в Алма-Ате, в Астане, в Ржаре, но они выразили желание горячее участвовать в этом мероприятии. И это отрадно нам, потому что это праздник русского языка, который объединяет всех людей, кто будет писать этот диктант. Итак, особенность этого года. Проверить свою грамотность можно или обычным способом. На специальном бланке или на компьютере. Кому как будет удобно. Проверять свои работы можно будет самостоятельно. На сайте тотального диктанта организует видеоразбор. Зазира Маликова, Довлетт Казинов, Марат Сагимбаев. Информационная программа «Шарайна», ТВК-6. И это были все новости на сегодня. С вами была Селяйдар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин